Доброго времени суток, уважаемые любители кофе! Приветствую вас на канале Кофеварка. Мы продолжаем тестирование капсульной кофемашины Nespresso DeLonghi. Сегодня вашему вниманию представляется тест кофе компании Pauling. Вот таким образом выглядит кафе New York. Молотый кофе в американском стиле. На обратной стороне представлена информация о русском языке производителей данного кофе. Также указано, что это кофе в американском стиле средней обжарки. Бленд вдохновлен атмосферой города, который никогда не спит. Мягкий вкус подходит для завтрака, бранча, кофе с собой или cold brew. Что такое это, я не знаю. Кофе натуральный, жареный, молотый. Средне обжаренный. В 100 мл готового кофе содержится не менее 0,7% кофеина. Рекомендуется 3-4 чайные ложки на чашку 200-250 мл. Хранить при температуре не выше 27 градусов. Относительной влажности не более 75%. Степень обжарки 3%, кислотность 3%, аромат 4%. Все это по пятибалльной шкале. Вот вы можете это сами убедиться в этом. Вот, собственно, вся информация, которая есть. Здесь также клапан для того, чтобы почувствовать запах. Ну, достаточно приятный вкус. Выбор кофе был определен тем, что у меня накопились баллы в сети Эльдорадо. И надо было что-то взять. Я ничего не нашел, что там взять, а баллы надо было потратить. Купил этот кофе. Ну, вот, паулинг мы уже тестировали на нашем канале. Ну, как бы для кофемашины нам не понравилось, как он готовится в ней. Поэтому мы решили от этой компании отказаться. Вот, ну, в данном случае кто-то мне подсказал, что тут это неплохой кофе. Я решил, ну, ладно, раз есть шанс такой на халяву его попробовать, вот я решил его взять. Значит, готовить будем мы его с вами в объеме эспрессо. Потому что этот же человек мне подсказал, что он не очень крепкий. И я решил, что в лунго он сильно растворится. Хотя запах очень приятный. Вот, я заправил капсулу Алиэкспресс. По традиции сначала тестируем в капсуле Алиэкспресс. Собственно говоря, здесь нас с вами интересует то, как он пройдет. Вот, ну, и дальше мы сделаем вывод. Готовить будем просто эспрессо без молока, ни капучино. Просто для того, чтобы определить, насколько он хорош. Итак, вот. Ну, все мы, те, кто смотрит мой канал, видели, что в Алиэкспрессе готовится всегда хорошо. Ну, тут просто со свистом все проскочило. Поэтому я даже что-то сказать не могу. Запаха кофе какого-то я не чувствую. То есть, да, стоит отметить, что вот видите, по вот этой надписи данное кофе подходит для приготовления во всевозможных устройствах. Вот, поэтому здесь он тоже приготовился. Но, если нюхать прямо в стакане, то есть какой-то отдаленный запах кофейного напитка. Но, вы знаете, горько-кислый напиток. То есть, вот такой он, горько-кислый. Вот мое заключение. Но, такой, вот прямо здесь, как кофейный напиток ячменный такой в советское время был. Вот, очень похожий на него. Так, как он. Ну, капсула традиционно тут, ну, хорошо себя повела. Традиционно капсула. И этот кофе, кстати, готовится, мне кажется, лучше, чем вот другой Паулин, который мы тестировали. И так, вот сколько жидкостей не попало, но тоже минимум, абсолютно минимум. Вот, что неудивительно. И так, вот сейчас меня еще догоняет послевкусие. Поэтому могу сказать, что какое-то послевкусие присутствует. Но, еще раз повторюсь, ощущение вот именно не покидает меня вот этого вкуса ячменного напитка кофейного советского времени. Поэтому, не знаю, достаточно маленький объем. То есть, 4 ложки на 200 миллилитров мы с вами приготовили в объеме 35 миллилитров. То есть, здесь у нас с вами, ну, даже, как бы, я не знаю, 2 ложки уж точно бы раскрылись. Поэтому, пока предварительно, ну, как бы, готовится хорошо. Покупать такой кофе для себя я не буду, точно. А на этом разрешите откланяться. Всего доброго, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!